Добрый день, коллеги! Я продолжу тематику, которую начал Петр Сергеевич Калинин, касающуюся дифференциальной диагностики, и коснусь такого еще одного ужасного заболевания легких, как туберкулез. И расскажу, почему это может стать проблемой и при диагностике рака легкого. Извините. В чем актуальность эта проблема? Несмотря на снижение заболевания с туберкулезом в Российской Федерации за последние годы, десятилетия, все равно он встречается достаточно часто в нашей популяции. И уровень заболеваемости сопоставим с уровнем заболеваемости раком легкого на момент 2018 года. Что вообще общего может быть между туберкулезом и раком легкого? Ну, например, это клиническая картина, которая абсолютно не специфична, симптомы могут отсутствовать, может наблюдаться длинительный кашель, появляться кровохарканье, похудание, начинная потливость. Все это встречается при обоих заболеваниях, и оба заболевания достаточно длительно текут. Генологически мы на самом деле не имеем перед собой строго подгономоничных генологических синдромов, которые могут оказаться схожими как при воспалительных заболеваниях, таких как туберкулез, так и при опухолевых заболеваниях. И туберкулез не всегда простой диагноз в плане верификации. Если мы не выявляем бактериологический возбудитель, не подтверждаем это достоверными методами, мы так же, как и при опухолевой патологии, тоже начинаем думать о инвазивной верификации. Ну и достаточно высокий уровень заболеваний с туберкулезом в России зачастую приводит к тому, что мы имеем место с гипердиагностикой туберкулеза среди наших врачей, и это иногда приводит к более позднему установлению альтернативного диагноза, в том числе и злокачественного образования легкого. Ну, уже перейдем к семиотике. У туберкулеза достаточно есть достаточно типичный набор признаков. Это такие признаки, как типичная локализация, первый, второй, шестой сегменты. Это наличие в типичных местах легкого сгруппированных очагов, полиморфных, разных размеров, разной плотности, которые могут сливаться, выразовывать участки консолидации. При этом в участках консолидации редко бывает синдром воздушной бронхографии, воздушной бронхограммы, так как эти участки содержат крупную зону экозиозного некроза. В очагах участок консолидации могут частенько встречаться деструкция, либо мы имеем дело с полостью в легком сочетании с очагами. Могут наблюдаться кальцинаты как признак в когда-то более давнем периоде перенесенного туберкулеза. Признаки эндобаронхиального распространения, один из типичных признаков, они характеризуются центролобулярными очагами соленными. В других отделах легких, видны так называемым симптомом дерева в почках. Ну и впоследствии с течением времени появляются признаки фиброза вокруг этих изменений в виде линейных уплотнений, тракционных бронхоктазов, эмфиземы околорубцевой, уменьшение объема пораженной части легкого. Наиболее часто рак легкого приходится дифференцировать с такими формами клиническим туберкулеза, как очаговый туберкулез, инфильтративный туберкулез легких, туберкулома и деструктивные формы туберкулеза. Что касается очагового туберкулеза, на самом деле при типичной картине, которая выглядит как сгруппированные очаги, как правило в типичных отделах легких, у нас, наверное, не возникнет мысль дифференцировать ее с новообразованием легкого. Обычно дифференцированная диагностика связана только с разграничением туберкулеза и другого инфекционно-воспалительного заболевания. И, конечно, такие пациенты отправляются на консультацию тезиатру, там обследуются, наблюдаются с помощью компьютерной темографии и не попадают в поле зрения онкологов. Когда же мы имеем дело с одиночным очаговым легких? У нас, с одной стороны, есть конкретное руководство, рекомендации, которые мы, наверное, и должны исследовать. Это, например, руководство флешнеровского общества, либо, например, руководство британского теракального общества, которые вполне наглядно демонстрируют нашу дальнейшую тактику действий. Но, так или иначе, очаги в легких многих врачей наших ассоциируются и с туберкулезом. Такие пациенты тоже часто проходят сначала через тезиатора, обследуются, но сложно представить, что туберкулез проявляется только одним-единственным очагом округлой формы. Скорее всего, это обследование ничего не покажет, и такой пациент далее отправляется на ту же самую тактику, касающуюся одиночных очагов легких. Еще одним инструментом, который помогает в диагностике более крупных очагов, более 5 мм, это внутреннее контрастирование, при котором мы характеризуем очаг с точки зрения контрастного усиления. И мы должны помнить, что изменения при туберкулезе практически не накапливают контрастный препарат, потому что там преобладает коздиозный некроз. А в данном случае мы видим отчетливое накапление контрастного препарата, достаточно значимое. Мы предположили, что это карциноид, и так и оказалось после тотальной биопсии и оперативного вмешательства. Инфильтративный туберкулез легких, наиболее часто встречающаяся форма первичного являемого пациентов, тоже имеет свои, с одной стороны, типичные характеристики. То есть та же самая более-менее типичная локализация, наличие сгруппированных сливающихся очагов, участков консолидации, частое явление участков деструкции и признаков эндопрохиального распространения в других отделах легких. Но мы помним, что туберкулез в заболеваниях и миллионах может выглядеть все равно по-разному и напоминать и другие заболевания. Например, как в этом случае, пациент с туберкулезом справа, локализация на третий и на границе с четвертым сегментом, часто консолидации. Мы обращаем внимание на то, что сохранены просветы бронхов, что очень редко бывает в туберкулезных изменениях. Форма неправильная, участок консолидации приближен к корню, контуры очень неровные, местами даже лучистые. Посмотрите, насколько это может быть похоже на ту же самую аденокарциному легкую. Но что очень важно в диагностике, что мы дополнительно видим, это очаги в пределах той же доли поражения и противоположным легким. В том числе центролобулярные очаги, которые говорят о эндобронхиальном распространении процесса. И мы опять же запоминаем, что при туберкулезе очень часто изменения сочетаются обязательно с очагами, как правило. Очаги могут определяться и рядом с опухолями. Часто это может быть связано с обтурацией опухоли бронха. Соответственно, дистально эвакуация бронхиального содержимого нарушена и может появляться симптом бронхиолита, пневмонита. Но самое главное, на что мы обращаем внимание, это эти изменения локализуются в дистальной уровне обтурации бронха. При туберкулезе мы можем похожие изменения выявить, но очаги часто выявляются не только дистальной, но и проксимальной. Основного фокуса – вдоль бронха, который подходит к основному месту поражения. Ситуация зеленостика усложняется, когда мы имеем дело с солитарным поражением у легких, когда нет дополнительных очагов и когда при обследовании мы не выявляем каких-то бактериологических доказательств туберкулеза. Соответственно, в этих случаях часто приходится прибегать, думать о морфологической фиберкации. И нужно еще помнить, что не стоит пренебрегать при биопсии на этапе морфологического исследования ПЦР, диагностикой бактериологической диагностики биоптата, так как в случае, когда у пациента выявится туберкулез, очень важно определить в том числе лекарственную чувствительность, которая обеспечит правильное назначение эффективного лечения. В случае с туберкулезом. Дополнительные признаки, которые могут помочь в диагностике солитарных поражений, например, это признаки местного лифогенного распространения опухоли, в виде перифокальных ретикулярных изменений, то, что еще мы называем раковым лимфонгитом. И более понятные случаи, когда мы имеем явные признаки вторичного поражения при первичном фокусе в легком, когда мы определяем признаки лимфогенного распространения на регионарные, более отдаленные лимфоузлы, и признаки отдаленных метастазов. Тогда мы более убедительно можем сказать, что те изменения в легких, которые мы выявили, скорее всего являются раком. Более редкий вариант проявления, который на самом деле мало кто знает и понимает, это подобные изменения в легких. При туберкулезе локальное скопление мелких очагов, которые могут сливаться, формировать симптом матового стекла. У данной пациента эти изменения прогрессировали на протяжении 8 лет. Диагноз на протяжении этого периода не был установлен. Фокус первичного поражения превратился, по сути, в зону консолидации. Посмотрите, опять же, это может быть сходно с картиной динокарцинома легкого. Тоже сохраненные просветы бронхов, тоже прифокальное матовое стекло. Но пациент обследован, и у него подтвержден туберкулез, в том числе методом через бронхиарную биопсию. Более детально, если рассматривать подобные поражения, они связаны с местным лимфогеном распространения туберкулеза, распространением гранулем в интерстиции по ходу лимфосети. Гранулемы в этом случае спрятаны глубоко. Обычно пациенты часто бессимптомные, в них выявляются микобактерии туберкулеза, потому что гранулем локализуются не в альвеолах, не в респираторном тракте, а в более глубоком интерстиции. Очень медленно прогрессируют. Ключевыми симптомами, позволяющими дифференцировать эти изменения, является очаговая структура данных изменений и часто формирование обратного бодка. Все эти пациенты прошли через наш институт в тезиопоминологии. У многих пришлось африфицировать процесс путем биопсии легкого. Туберкулама легкого представляет из себя инкапсулированный фокус козиозного некроза, который окружен фиброзной и грануляционной капсулой. Внешне, визуально, это действительно напоминает и опухоль, поэтому слово оканчивает на ома. Принципиальными отличиями туберкуломы являются дифференциально-диагностическими отсутствие контрастного усиления, как и при других туберкулезных изменениях, и наличие изменений окружающей легочной ткани в виде очагов или фиброза. Ну и демонстрация, насколько может отличаться туберкулома. Не всегда это очевидно. В верхнем случае больше очагов вокруг туберкуломы, они более полиморфтные, в случае рака легкого тоже могут встречаться стеллитные очаги, отсутствие контрастного усиления в случае туберкуломы и, наоборот, контрастного усиления в случае опухоли. И в туберкуломе кальцинаты, как правило, встречаются более крупные и глыбчатые. В раковых опухолях тоже могут быть кальцинаты, но они, как правило, мелких микроскопических размеров, микрокальцинаты, так называемые, или аморфные. Что касается деструктивной формы туберкулеза, характеристики самой полости не всегда достоверно позволяют отличить туберкулезную полость от раковой. Наиболее важными признаками инферциально-диагностическими являются изменения окружающей ткани легкого и отдаленных участков легкого. При деструктивном туберкулезе легком мы практически всегда увидим наличие очагов вокруг основной полости и очаги в других отделах легких связаны с антибрахиальным распространением. Ну а в случае с раком мы можем увидеть местную инвазию опухоли и признаки отдаленного метасазирования, которые более убедительно скажут об опухоли. Случай преждевременной диагностики туберкулеза и ошибки, по сути, при диагностике, когда у пациента с вываленной полостью верхней доли правого легкого, доля при этом уменьшена, это видно по смещению средостения, был сразу же поставлен фиброзно-кабринозный туберкулез, пациент помещен в противотуберкулезный диспансер, противотуберкулезную больницу, и он лечился в течение 9 месяцев противотуберкулезной терапии. При этом не было достоверных подтверждений бактериевого отделения. В итоге через 9 месяцев пациент начал жаловаться на боли в грудной клетке. При контрольных исследованиях выявлено явное увеличение полости, появление крупного соленого компонента и уже явно заметно очень хорошо инвазия грудной стенки и диструкция ребер. В итоге он направлен в институт физипронологии, где уже биопсийными методами доказан плоскоклезочный рак. Как попробовать лечить? В чем принципиальное отличие этих случаев? Например, от фиброзно-каверноза к туберкулезу, когда мы выявляли очень некрасивую полость, состоящую из нескольких полостей. Тоже неравномерные толщинные стенки, как бывает скорее при опухоли. Бухтообразные контуры внутренние тоже очень похожи на опухоль. Но принципиальная разница – это очаги. Центролабулярные очаги, которые говорят о эндопрохиальном распространении, пределы доли и в нижних долях легких. В первом случае такого не наблюдалось вообще. То есть отсутствие очагов должно заставить вас усомниться в диагнозе туберкулез и начать диагностический поиск других диагнозов. Дополнительными признаками, позволяющими заподозрить опухоль, также являются ретикулярные перифокальные изменения, связанные с лимфогидом или местным лимфогеном распространением опухоли. И мы помним еще, что в аденокарциномах тоже появляются полости, но они не всегда являются истинными полостями деструкции, а могут представлять так называемые псевдополости, связанные с растяжением, сдутием легочной ткани за счет клапанной абструкции бронха внутри опухоли, либо выраженной десмолопластической реакции. Мы должны помнить, что при центральных раках в случае выраженного нарушения проходимости бронха можем встретить появление опторационных пневмонитов, в том числе деструктивных, которые могут тоже заставить подозревать туберкулез. Но, соответственно, для решения вопроса в плане диагностики этих изменений с туберкулезом мы выполняем стандартные анализы на туберкулез, смывы из бронхов, чтобы исключить этот диагноз. Туберкулез может сочетаться также с туберкулезным лимфоденитом, который может имитировать вторичное поражение лимфоузлов. Помним, что важным диагностическим признаком лимфоденита является наличие обширных некрозов в лимфоузлах, которые отчетливо видны при контрастировании, и контрастное усиление по периферии. Этот признак не говорит точно, что это лимфоденит, но при лимфодените встречается обязательно. И последнее, о чем я хотел сказать, позиторно-эмиссионная термография для диагностики между туберкулезом и раком, наверное, бессмысленно применять, так как туберкулез тоже является метаболически активными изменениями. Выраженный может фиксировать радиофан препарат. И, с другой стороны, рак легкого аденокарцинома может, наоборот, слабо фиксировать радиофан препарат. ПЭТ в этом случае нас, наоборот, запутает. Еще раз, слонная таблица принципиальных ключевых симптомов, отличающих туберкулез от рака. Помним, что изменения при туберкулезе практически не накапливают контрастный препарат. Мы очень часто выявляем сопутствующие очаги. Часто можем выявить, особенно при деструктивных изменениях при туберкулезе, признаки эндобархиального распространения в виде очагов в других отделах легких центролобулярных очагов по типу дерева в почках. А при раке, соответственно, мы видим усиление опухоли, катарст с препаратом. И нам еще помогают признаки более отдаленного распространения опухоли. Делая выводы, я хочу, подцитировав клинические рекомендации по диагностике лечения туберкулеза, легкие последние, сказать, что мы должны всегда стремиться в диагностике, основным условием правильной диагностики не только туберкулеза, но и других заболеваний, в том числе рака, является комплексное обследование пациента, сопоставление разных методов, и особенное значение в обследовании легочного пациента является методом визуализации. И в процессе диагностики мы должны стремиться к постановке врицированного диагноза. Только получив достоверные признаки какого-то заболевания, у нас получится поставить правильный диагноз, назначить правильное лечение пациенту. Благодарю вас за внимание.